Начнем мы с того места, где закончили вчера. Мы говорили о том, что в случае совершенно конкуренции и ценовой дискриминации первой степени, где нам известно все около тех типов, которыми владеет потребитель, и мы знаем, кто хочет приобрести товар в большем количестве, кто хочет в меньшем, кто готов оплатить, кто не дадут. В случае, если у нас нет такой совершенно информации, мы пытаемся решить данную проблему через меню контрактов и предоставить два варианта контракта. Это малый контракт с платой Т1 и объемом Т1 и большой контракт с платой Т2 и объемом Т2. Что тогда должно выполняться? Должны выполняться две пары условий, условия участия или индивидуальный рационализ, то есть каждый тип готов выбрать собственный контракт, то есть выгода от его использования превосходит тарифы, 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 тарифы и тарифы. А второе важное условие, что низкий тип не захочет выбрать большой контракт, а высокий тип не захочет выбрать низкий контракт для того, чтобы увеличить свое воздостояние. Это условие собственный системы. Попробуем эту задачу решить. На самом деле здесь задача обращается в следующем виде, что у нас на самом деле из четырех ограничений остается всего два. Итак, цель монополиста установить максимально высокие тарифы т1 и т2, которые удовлетворяют этим четырех ограничений. Ну и давайте возьмем, например, т1, которая просто выполняет ограничения по 1 как раз. Понятно, что у нас выполняется условие D1, меньше равняется D2L умножить на V1, то есть это условие должно выполняться, иначе первый низкий тип не захочет собственный контракт покупать, потому что тарифы слишком большие. Ну, поскольку нам нужно максимизировать приори монополиста, давайте сделаем так, что это неравенство выполняется строгая равенство. То есть мы возьмем самую большую тарифку, в которой низкий тип все-таки будет покупать контракт. Аналогично есть условие совместимости стимулов и C2. Что мы здесь видим? Ну, тоже давайте выразим из вот этого ограничения T2, перенесем в правую часть, получится T2, меньше равняется TTH умножить на V от Q2, ну и в другую сторону мы переносим за знаком минус, минус TTH умножить на V от Q1 и плюс T1. Вот такое вот ограничение у нас должно выполняться. Заметим опять-таки, мы хотим максимизировать второй тариф. Когда он будет максимальным, тогда это условие будет выполняться в крайности. Заметим опять-таки, что чем больше тариф T1, тем больше и тариф T2. То есть если мы установим более высокий тариф для низкого типа, то высокий тип не захочет переходить на низкий контракт. Соответственно, мы можем взять вот это вот максимальное значение, это будет и максимальное значение для T2. Естественно, вместо T1 мы можем сразу записать TTH умножить на V от Q1. Вот у нас два контракта, то есть точнее тарифа по контракту с объемом Q1 и тариф за объемом Q2. Они по этому удовлетворяют условиям P1 и совместимость символов и C2. Поскольку мы, собственно, из них и вывели вот эти вот ограничения. Нам нужно проверить, что условия P2 и C1 заведомо выполняются. Собственно, это мы сейчас попробуем сделать. Ну, вот на данном слайде это как раз указано. Значит, условие P2. У нас... Давайте еще раз вернемся на предыдущую страницу. Все на один слайд не будет. У нас условие P2 звучит так, что TTH умножить на VQ2 минус T2 больше равняется M. Что мы можем сделать? Мы можем сюда подставить место T2 вот этого значения. Заметим, VH от VQ2 минус VH от VQ2 у нас сократится. Опять перескочите на слайд. Вот здесь видео вот этого положения записано. VH от VQ2 минус VH от VQ2. Первое на основное, которое просто сокращается. А дальше остается плюс VH на V от Q1 минус TTHL умножить на V от Q1. Но мы знаем, что TTH готовность платить для высокого типа больше, чем готовность платить для низкого типа. А, соответственно, у нас это неравенство выполняется как больше или равно, поскольку V от Q1 это некая константа, а здесь у нас разность оказывается больше. То есть условие P2 мы тоже выявили. Осталось последнее условие совместимости символов для первого типа. То, что первый тип низкий не захочет стать высоким. Соответственно, у нас оно записано вот таким вот образом. Ну и опять-таки мы сюда выставляем T1 и T2. Что тогда получается? Получается длинное такое вот условие. Сразу мы переносим все в эту часть доказано, что условие больше равняется. Ну и вот у нас получается H6 слагаемых. Два из этих слагаемых, они сокращаются. ТТЛ на V от Q1 минус ТТЛ на V от Q1, они уходят. А остальные четыре записываются вот в таком вот виде. ТА от H минус ТТЛ. Мы видим, что это разность. Опять-таки по темам соображениям, что высокий тип он обладает большей готовностью платить, чем низкий тип. Разность оказывается положительной. И есть разность V от Q2 минус V от Q1. При этом мы предполагаем, что для высокого типа мы предлагаем контракт большего размера. То есть Q2 оказывается больше или равняется Q1. А поскольку функция полезности, как мы сказали, вот она такого вот виду, она возрастающая функция, то соответственно и при Q2 больше Q1, V от Q2 будет больше, чем V от Q1. Соответственно, вторая скобка, оказывается, тоже имеет положительный знак. Вот. То есть теперь мы, собственно, сообразили, что все четыре условия у нас оказываются в выборах. То есть активных троечений на самом деле два. Чтобы первый тип участвовал в процессе, и чтобы второй тип, высокий тип, не захотел стать низким. Когда у нас из этих ограничений осталось только... У нас из четырех переменных осталось только две. То есть вот эти вот тарифы T1 и T2 у нас зафиксированы. Мы можем теперь записать задачу монополиста, преобразованную. Мы говорим, что у нас доля низкого типа составляет L. При этом тариф для вот этого низкого типа, он составляет T2L умножить на V от Q1. Вот мы его записали, это то, что мы получаем деньги. Минус издержки для производства объема Q1, для монополиста, составляет C на Q1. Это у нас идет с минусом. Соответственно, первое слагаемое, это то, что мы получаем с низкого типа. Второе слагаемое, это то, что мы получаем с высокого типа. У нас единица минус ляма, это доля высокого типа. Соответственно, у нас умножается на разность, опять-таки, тарифа T2, который у нас выглядит вот таким вот образом. Ну, единственное, можно еще и взять V от Q1, вынести на скобку, тогда у нас будет это H минус T2. Там вторая скобочка появилась. И минус C Q2, это издержки производства. Соответственно, второе слагаемое у нас зависит на это прибыль монополиста от продажи высокого типа. И нам нужно максимизировать эту суммарную прибыль по переменам Q1 и Q2. Ну, а дальше уже стандартно, где у нас есть производные по Q2 и по Q2. И получаем вот такие вот соотношения. Тэта H умножить на выше трех от Q2 равняется C. И тэта L умножить на выше трех от Q1 равняется C, деленное на некое соотношение. Значит, что из этого следует качественно? По форму вы можете почитать, если у нас, например, функции заданных в конкретном виде. А вот выводы общего вида, они следующие. Объем высокого типа эффективен. Низкого типа меньше эффективного. Ну, собственно, мы это и на картинке вчера наблюдали, что высокому типу мы предлагаем самое большое количество продукции, которые он, собственно, готов купить. Ну, а низкому типу он приходится сокращать для того, чтобы уменьшить эти вот потери для монополиста и излишек потребителя, которое он оставляет тип. Полезность. Если мы говорим про низкий тип, то полезность низкого типа ноль. То есть из бедных, из тех, кто не готов платить, не готов платить немного, мы это немного выкачиваем абсолютно полностью. То есть, если уж человек готов платить мало, то мы, по крайней мере, эту сумму берем целиком. Из высокого типа мы все не выкачиваем, чтобы у него не было никаких стимулов притвориться бедными, слабыми и не готовыми платить. Соответственно, для высокого типа у нас оказывается положительная полезность. Ну и вот на разных рынках мы можем наблюдать, какие эффекты для общества. Например, у нас лямда увеличивается, то есть доля низкого типа становится большим. Что в этом случае мы можем сказать? У нас много тех людей, для которых полезность ноль, собственно, проблем с полезностью тогда не возникает, но зато при этом они получают меньшее количество продукции, поэтому проблемы в этом случае генеральских эффективностей. У нас большой разрыв между эффективным объемом, сколько бы хотели бы купить, вот эти вот покупатели с низкой готовностью платить, они покупают эти продукции меньше. Для другой составляющей, если у нас тета-H деленное на тета-L увеличивается, то есть у нас второе, второй сомновителей может повлиять на объем. Что означает тета-H деленное на тета-L увеличивается? У нас увеличивается разрыв между готовностью платить для двух типов. То есть у нас либо они похожи между собой, вот такая ситуация. Либо они очень сильно отличаются друг от друга. То есть есть люди, которые готовы платить. Совсем мало, а есть те, которые готовы платить очень много. Вот в этом случае важнее высокая аренда, потому что мы будем ориентироваться на высокий тип, мы будем стараться сделать так, чтобы у нас проблем было меньше с эффективностью, но высокую аренду, которую мы хотим взять, она в данном случае является ключевой правой. Вот, собственно, некое введение в теорию контрактов через механизм оценовой дискомнации второй степени. То есть выясняется, несмотря на то, что у нас задача поставлена практически при полумарсистской информации о цене пользователя, мы не знаем, кто что хочет. То есть приходит человек, и мы не знаем, какого он типа. Тем не менее выясняется, что нам удается этот тип выявить, исходя из их личных пожеланий, более того, максимум возможного собрать еще и средств. То есть эта проблема оказывается разрешена. Мы можем аналогичную задачу поставить для наличия большего количества типов, но единственное, и условий, соответственно, будет больше, и нам придется сильнее потрудиться для того, чтобы ее решить. Ну, на этом основную дискомнацию мы заканчиваем, хотя следующая тема пакетирования связывания, она на самом деле достаточно тесно с ней взаимодействует, и отчасти мы будем обнаруживать похожие механизмы. Мы здесь даже предлагали пакеты, только не пакеты из разных продуктов, а пакет, в котором есть определенное количество данного плата, то есть мы не можем выбрать произвольный объем приобретающего товара, а нам предлагают конкретное его величие. Итак, пакетирование в целом – это продажа нескольких продуктов в едином пакете. То есть мы не можем купить отдельный товар, если мы рассмотрим чистое пакетирование, мы можем купить только один товар плюс второй товар, либо отказаться от их приобретения. Ну, это вот вариант чистого пакетирования. Возможно смешанное пакетирование, когда мы можем купить как в пакете, к правилу это будет дешевле, так и по отдельности. Связывание – немножко другая вещь, здесь уже никакого обязательства нет, но если я покупаю один товар, то, например, мне предоставляется скидка на вторую. Довольно часто используют, скажем, торговые сети, если я покупаю какой-то товар, там, те же самые купоны скидок, это как раз вот эта вот модель. Это, возможно, какие-то совместные акции нескольких компаний, если я приобретаю что-то в одной компании, то, соответственно, компания-партнер мне тоже что-то полагается, ну и так далее. Заметим, что здесь уже такого жесткого требования, что я не могу покупать только один товар, нет, но другое дело, что при снижении цены мне просто выгодно становится покупать эти товары в паре. Для чего используется пакетирование средств? Ну, во-первых, это, конечно, повышение эффективности и экономия на это. То есть, если я предлагаю именно пакет, и то, и другое, соответственно, наверное, я планирую за счет возможного снижения цены расширить продажи, продать продукцию тем людям, которые до этого ее не покупали, и, соответственно, увеличить свои прибыли, ну а заодно и увеличить общественное благосостояние, поскольку большие продажи означают изменьшение мертвых потерь. То есть, несмотря на то, что монополист по-прежнему максимизирует свою прибыль, не пытается перетащить излишек потребителя на свою сторону, но мертвые потери здесь будут уменьшаться. Вторая причина, что как раз пакетирование может использоваться как инструмент ценовой дискриминации. Связывание аналогично. То есть, например, я не могу устроить классический вариант ценовой дискриминации, я не могу установить там разные цены для разных групп потребителей, при этом я хочу в реальности эту ценовую дискриминацию осуществлять. Я могу сделать ее посредством какого-то второго товара, который приобретается в паре, ну и, соответственно, в данном случае те люди, которые имеют высокую готовность платить, они заплатят это то и за другое, а те, кто не готовы платить, они, например, купят дешево базовый товар, но никакой добавки не получат. Это будет использоваться как инструмент захвата соседнего рынка. Вот когда мы предлагаем какой-то пакет, мы предлагаем товар, который уже раскрученный, который у нас в любом случае покупают, но мы в пакете с ним предлагаем попробовать что-то еще от нашей же компании и, соответственно, если в пакете это покупать оказывается дешевле, то кто-то может попробовать и стать постоянным клиентом. Мы можем выходить на рынки, где доминирует, например, какая-то другая компания. Достаточно хороший механизм вхождения. Ну и инструмент сдерживания входа на рынок. Опять-таки мы предлагаем дешевые пакеты и если, опять-таки, клиенты покупают дешево у нас продукцию в пакете, а какая-то другая компания захочет войти, она предлагает отдельно тот новый дополнительный продукт, то, соответственно, она, скорее всего, войти не сможет, она не сможет конкурировать сна по ценам, по праймеру в варианте вот этих пакетных предложений. Примеры пакетирования и связывания. Ну, достаточно много. Даже вот те же самые компьютеры можно рассматривать как пакет комплектующих. При этом, как правило, компьютер стоит дешевле, чем если мы покупаем отдельно комплектующие и даже сами собираем, несмотря на то, что вроде как есть издержки на сборку. Хотя, конечно, если мы хотим что-то совсем эксклюзивное, мы что-то можем пытаться сами закупать и купить. Какой-нибудь тур в какую-то страну. Он представляет собой пакет из билетов, отеля, возможно, экскурсий. Ну и опять-таки, это типично стоит дешевле, чем я отдельно покупаю билеты, отдельно пронирую отель, отдельно покупаю экскурсии. Кабельное телевидение, что тут делает пакет-канал. Средства массовой информации, это пакет статей. Я не могу купить отдельно интересующую меня статью или отдельно интересующую меня колонку. Ну, либо могу, но это будет существенно дороже, чем все вместе взятое в расчете на единицу информации. Сколько говоря, например, в интернете практикуется такое, что я могу покупать отдельную статью, а не все издание. Заметим, что издание на год, оно может стоить всего раз в 5-10, дорого, чем разовые экземпляры, которые могут быть там выходит еженедельно. Естественно, я 52 раза должен заплатить, если хочу по штучной покупать. Ну а относительно разового издания, у меня отдельная статья, он стоит половину этой стоимости. То есть, если я 10-20 статей в год хочу прочитать, то мне уже выгоднее было. Спасибо за вы подписчики. Ну, особенно, конечно, это наблюдается сильно, если у нас низкие предельные издержки. Понятно, что в данном случае предельные издержки просто аналогично. Аналогично, там, какой-нибудь альбом музыкальный, это пакет отдельных песен. Операционная система и офисное приложение, тоже сейчас, может, часто продаются совместно пакетом. Там плохие, хорошие фильмы для киносети от дистрибьютора. Например, есть дистрибьютор, который предлагает какие-то очень популярные блогуастеры, но при этом компания, которая осуществляет прокат, она не может, не имея права, отказаться от тех фильмов, которые ей не интересны, которые, по ее мнению, не принесут существенные прибыли. Она должна обязательно вводить про она и их. Простой пример, который демонстрирует то, что пакетирование может приносить прибыль. Ну, допустим, у нас есть два товара с нулевыми издержками производства и два потребителя, которые, собственно, вот здесь указаны цены, которые они готовы заплатить за каждый из товаров. Вот первый потребитель за этот товар готов заплатить 3 тысячи, а потребитель на конкурсе не может заплатить 3 тысячи. Понятно, что если мы хотим продать этот продукт двум потребителям, то мы должны установить цену 2. Ну и тогда мы получим 2х2 – 4 тысячи рублей. Если мы установим цену 3, то у нас купят один потребитель, мы получим 3 тысячи, то есть даже еще меньше. Аналогично со вторым товаром. То есть второй товар, наоборот, первый потребитель готов купить за 2 тысячи, а второй потребитель готов купить только за 3 тысячи. За целую 3 тысячи. Тоже мы, если хотим получить максимальную прибыль, должны со второго товара установить цену 2 и продать обои, соответственно, получив тоже прибыль 4. В сумме мы получаем 8. Какая альтернатива? Продавать эти два товара пакетом за 5 тысяч. Первый потребитель готов купить? 3 плюс 2, его полезность составляет 5. Второй потребитель готов купить? 2 плюс 3 равняется 5. О, потребитель готов купить данные пакеты? И, соответственно, наша прибыль оказывается уже не 8, а 10 тысяч. Таким образом, мы стимулируем обоих потребителей осуществлять продажи, несмотря на то, что они имеют разные предпочтения, мы можем установить, что это вот единый центр. Конечно, этот же вариант мог реализоваться, если бы мы использовали ценовую дискриминацию, совершать ценовую дискриминацию, мы заметим, что механизмов хорошей ценовой дискриминации первой степени у нас тут почти не имеется. Аукцион когда-то организовывать не будем. Ну а насколько товарищ является хорошим психологом, который продает товары, сможет даже в случае какого-то аналога восточного базара, определить вот эти ценности, мы их далеко не уверены. Соответственно, классические механизмы образования здесь в принципе никак не подходят. Остается продавать пакетами, и пакеты здесь работают. Пример номер два. Два товара с нулевыми издержками, и есть некая единичная масса 100% покупателей, для которых, во-первых, ценность товара фальдитивна, то есть у нас эти товары не являются ни заменителями, ни дополнительными товарами, независимо. Мы либо покупаем, либо нет. И полезность их распределена равномерно от нуля до единицы. Ну то есть, например, от нуля до одной тысячи рублей потребитель готов заплатить за соответствующий товар. Есть потребители, которым он совсем не нужен, они не готовы платить вообще нисколько. Есть те, кто готовы заплатить даже тысячу, самый высокий, так скажем, тип покупателей. Есть те, кто готовы заплатить 500, 700, 300. Вот все покупатели у нас в данном случае присутствуют. И мы никоим образом их не в состоянии распознать. Тем не менее, посмотрим, что можно сделать с помощью пакетирования. Значит, если у нас каждый товар продается по отдельности, если пакетов у нас нет. Понятно, что мы устанавливаем цель П, и смотрим, а какая доля купит этот товар. Вот доля, как и в данном случае, ровно совпадает с единицей минус П. Вот так же, как мы решали задачи с аукционами. Здесь аналогичная ситуация. Если мы установили цену тысячи рублей, то у нас, собственно, доля 0 купит. Если мы установили цену 500 рублей, то у нас купит половина. Если мы установили цену, например, 200 рублей, то у нас купят все, у кого ценность от 200 до 1000. А таких людей 80%. Единица минус П. Соответственно, прибыль монополиста, который установит цену П, составляет при 0 рубежках П умножить до единицы минус П, то есть П минус П в квадрате. Сейчас мы максимизируем это величину, выясняем, что цена должна составлять 500 рублей, и при этом мы будем продавать продукцию половине потребителей, и наша прибыль 0,5 умножить на 0,5 равняется 0,25. Ну, каких-либо-то единиц. Если у нас, например, тысяча таких потребителей, то мы получим с них 250 тысяч рублей. Ну, поскольку у нас в данном случае два товара, то, соответственно, мы можем взять и установить цену 0,5 не только на первый, но и на второй товар, естественно, 250 тысяч, 0,25. Мы получим с первого, 0,25 мы получим с второго. И вот в варианте раздельных продаж мы получим прибыль 0,25 плюс 0,25 равняется 0,500 тысяч. Если у нас есть, скажем, тысяча потребителей. Если у нас есть пакет, ну, возникает идея, давайте возьмем и установим, если у нас оптимальная цена 500 рублей за каждый из товаров, за пакет мы запросим тысячу. Ну, тоже понятно, поскольку у нас совершенно независимые эти покупатели, то у нас ровно половина из них будет иметь полезность свыше тысячи, и ровно половина будет иметь полезность ниже тысячи. То есть, опять-таки, половина покупателей купит, то есть, по крайней мере, тот же уровень полезности мы сможем получить. Но вопрос в том, а можем ли мы получить полезность больше? То есть, предложенный вариант позволяет сферировать такую же полезность, ну вот, а вот если мы попробуем изменить цену пакет, продавать его дороже, или, наоборот, дешевле, чем товары по отдельности, можем ли мы, в данном случае, увеличить прибыль? Оказывается, что можем. Вот, собственно, данная картинка, вот эта вот картинка, и следующая это демонстрировать. Ну, на первой картинке у нас показаны отдельные продажи. То есть, у нас есть один товар, у нас есть второй товар, соответственно, каждый в диапазоне от нуля, одновременно представляет ценности. Кто будет покупать, ну вот, если мы установим цену 0,5, товар, который у нас по горизонтальной осетке указывается? Те, у кого полезность выше, то есть те, кто находится правее. Те, кто находится справа, поскольку у нас по этой осетке отложит товар B, вот-то они покупают, и нижний квадратик, который находится справа, давайте нарисуем. Кто будет покупать товар B, это вот эти вот потребители, у которых полезность выше, которые готовы заплатить от 500 до 1000. Кто будет покупать товар A? Тоже потребители, у которых полезность выше. Соответственно, вот этот вот квадратик, это те люди, у которых полезность оказывается выше, и по одному, и по другому товару, они покупают и A, и B. Здесь вот эти вот потребители покупают только товар A, эти потребители покупают только товар B. Слева внизу, те, у кого полезность низкая, не покупают вообще ничего. Если мы рассматриваем ситуацию с пакетом, здесь картинка будет немножко другая, поскольку у нас есть суммарная полезность, полезность θA плюс θB, да? И вот θA плюс θB должно быть больше или равняться единице. Как выглядит прямая θA плюс θB равняется единице? Ну, это, по-первых, прямая линия, во-вторых, она будет проходить через точки 0,1 и 1,0. Как мы можем выразить одну перемену через другую? Вот это A равняется единице плюс θB. Вот она здесь. Но у нас больше или равняется единице, естественно, это правый верхний угол. Заметим, мы получаем такую же полезность, что и в варианте, такую же прибыль, что и в варианте отдельных продаж. Но покупают у нас немножко другие люди. То есть все, кто купили вот этот вот пакет, они получают возможность доступа к обоим товарам. Кому от этого хорошо, кому от этого плохо. Ну, вот этим вот товарищам, которые справа вверху, им все равно, да? То есть они и так, и так приобретали оба товара. Вот те, которые находятся вот здесь вот, они оказываются в выигрыше. Они раньше покупали только товар A, а теперь получают доступ и к тому, и к другому. Вот те, которые находятся вот здесь, они тоже в выигрыше. Потому что они раньше покупали только товар B, а теперь получают доступ к двум товарам. Соответственно, это те, кто выигрывают от продажи пакетами. Но у нас есть люди, которые и пострадали. Вот эти вот люди, они теперь не покупают товар пакетом, поскольку пакет слишком дорогой для них. Они очень мало ценят товар B, например, вот эти вот люди. И, несмотря на то, что они ценят достаточно сильно товар A, они не покупают пакет. Ну, например, если я готов купить товар A за 800 рублей, а товар B только за 100 рублей, то я раньше с удовольствием купил бы этот товар, а и было бы от этого сейчас, потому что я купил его за 500 рублей, а потом был бы за 2700. А вот теперь 800 плюс 100, моя полезность 900, я не готов 1000 заплатить за этот пакет. Средством я в продажи. Аналогично проигрыши те, кто теперь не покупают пакет, а раньше покупали товар B. Ну и опять-таки те, кто ничего не покупал. И раньше, и сейчас, оказывается, все равно. Значит, первая картинка демонстрирует вариант одинаковый. Но что будет происходить, если мы будем менять цену пакета? Ну и как это будет соотноситься с изменением цены каждого из товаров в отдельности? Ну вот, допустим, мы на какую-то небольшую величину изменим цену каждого из товаров. Ну вот, посмотрели. Вот у нас изменилась цена. Какая-то цвета? Мы уменьшили цену товара A. Соответственно, у нас появились какие-то дополнительные покупатели. Мы измерили цену товара B. У нас измерили, у нас появились какие-то покупатели. Приметим это изменение, а у нас Epsilon по полам. Epsilon по полам. Epsilon по полам. В сумме, соответственно, с пакетом мы можем взять Epsilon. Соответственно, Epsilon по полам плюс Epsilon по полам плюс Epsilon по полам. И что получается? Вот у нас какая доля покупателей приросла здесь. А здесь эта доля оказывается, если посчитать более точно, в корень из двух раз выше, чем в случае с отдельными товарами. Здесь получается более широкая вот эта вот кривая. Она будет в два раза больше по толщине, но при этом она более длинная, чем вот эта вот эта. Соответственно, мы понимаем, что если здесь нам выгодно было остановиться на этом участке, то здесь нам выгодно будет остановиться на каком-то другом уровне. Ну и попробуем эту роль определить. То есть мы, может быть, еще хотим трять и увеличить количество покупателей, снижая цену платежи. Вот давайте попробуем определить, какая будет самая лучшая цена пакета для нас. Итак, пускай цена пакета у нас BAB. Какая доля людей будет покупать? Будет доля застрихована. То есть это доля всех, 100%, минус тех, кто не покупает. А те, кто не покупает, это вот этот вот нижний треугольник. Нижний треугольник имеет площадь. Ну, заметим, что вот здесь у нас как раз будет стоять цена пАВ. Потому что, ну, даже можно посмотреть, что вот эти вот крайние покупатели, которые ценят только один товар. Соответственно, кто купит пакет по цене пАВ? Ровно те, кто ценит этот товар B больше, чем пАВ. Ну, аналогично. По полезности первого товара. Вот, соответственно, у нас получается треугольник со сторонами пАВ и пАВ. Его площадь 1,2 на произведение капете на пАВ в квадрате. И, соответственно, мы цену умножаем на долю тех людей, которые купят. Ну, и дальше, собственно, производим преобразование, открываем скобки. У нас получается пАВ минус 1,2 пАВ в кубе. Максимизируем. Берем производную, приравненную к нулю. И получаем, что ПАВ, цена пакета, равняется кое из двух третей. И это примерно 0,816, что меньше единицы. То есть пакет нам нужно продавать не по двойной цене одного товара, а дешевле, из-за этого существеннее дешевле. Какой объем, какое количество людей будет покупать этот пакет? Ну, подставляем в ту функцию, которая у нас получилась. Единица минус 1,2 умножить на корень из двух третей в квадрате. Что получается? Корень из двух третей в квадрате – две трети. То есть у нас две трети покупателей теперь обладателем вот этого пакета. Не половина людей, а в полтора раза больше. А что это означает? Это означает, что и прибыль, наверное, как-то изменится. И прибыль у нас равняется. Цена пакета 0,816, умножить на количество людей примерно 0,667. И когда мы это посчитаем, мы получим, что она примерно равняется 0,544. И она больше, чем 0,5, которое мы имеем раньше. Ну, что мы можем сказать? Что, во-первых, производитель получил дополнительный прибыль. Это уже хорошо. А во-вторых, повысилась эффективность, потому что больше людей получили доступ к товарам. Это тоже хорошо, в среднем. Большинство людей выиграло. То есть мы видим, что выиграли, ну, во-первых, выиграли теперь даже те, кто стоят в этом правом углу, потому что раньше они платили единицу, теперь они платят только 0,816. Значит, заведомо стало лучше. Вот этим товарищам, которые находятся вот здесь вот, да, тем, которые находятся вот здесь заведомо лучше, потому что они и раньше покупали, вот, и, соответственно, платили сумму единицы, теперь они платят меч, соответственно, они тоже выигрыши. И вдвойне выигрыши вот эти вот покупатели, которые, собственно, только что они считали самыми максимальные потери они несли, поскольку они оказывались в проезжей фирме покупали пакеты. Теперь они снова стали покупать пакет, поскольку цена пакета оказывается единица. Отдельно вот этот вот треугольничек можно выделить. Этот треугольник людей, которые не покупали вообще ничего, а те получают доступ и к тому, и к другому товару, то есть они тем более выигрыши. Есть, конечно, и те, кто в минусе. В минусе вот этот маленький треугольник, и в минусе вот этот маленький треугольник, поскольку они раньше были готовы, эти были купить товар B, эти были купить товар A, но у них очень маленькая полезность другого товара, поэтому их не хватает для того, чтобы приобрести пакет. Соответственно, кто-то проигрывает. То есть, в принципе, мало экономических механизмов, которые являются полезными, то есть получают полезность вообще всех жителей. Обычно кому-то становится лучше, кому-то хуже, но в данном случае тем, кому становится лучше, таких людей гораздо больше, чем тем, кому становится хуже. И как ни странно, это согласуется с тем, что компания получает большую прибыль. Вопрос следующий. А можно ли еще сильнее увеличить прибыль монополиста? Оказывается, эта задача тоже имеет решение. Можно сделать еще лучше. Но для этого придется продавать одновременно и пакеты, и товары отдельно. То есть, мы можем перейти к смешанному пакетированию. Но считать мы сейчас не будем, этим займемся на практике. Но принципиально вот здесь вот что показывает. У нас есть пакет, да? Который, те, кто готовы покупать пакет, показаны вот этой вот функциональной рейтой. То есть, те, кто находится правее и выше, готовы, в принципе, купить пакеты. При этом у нас есть цена отдельно взятого товара. Цена отдельного взятого товара, но вот она какой-то любящиной является. При этом, заметим, что она может даже повыситься. У нас дешевый пакет под дорогой отдельный товар, чтобы не переманывать людей, которые купили пакеты. Кто готов купить отдельный товар? Ну, те, кто правее, готовы купить Б, те, кто выше, готовы купить товар А. Ну и осталось посмотреть на их предпочтение. Что вы выглядите? Покупать пакет или покупать отдельный товар? Ну и в итоге у нас оказывается вот эти вот три группы покупателей. Белая группа – это те, кто, как и прежде, не покупают ничего. Прямоугольник, который таким оранжевым цветом, оранжево-коричневым, там, показывал, это те люди, которые покупают по отдельности товар. Эти люди покупают, да, здесь надо написать ДВ, да? Вот, то есть те, кто покупают пакет В, те, кто покупают пакет А, ну и те, кто покупает отдельный товар В и отдельный товар А, и те, кто покупают эти товары пакетом. То есть вот для серо-голубоватого блока выгоднее всего покупать серо-голубоватого. Ну, а дальше надо считать. Получили, не надо определить цену пакета ПАВ, И нужно определить цену товара P, для которых прибыль монополиста оказывается максимальной. Ну и вот для данной задачи решение оказывается таким, что результат оказывается лучше, чем то, что мы могли дать. Только что это смешанное пакетирование в состоянии еще сильнее увеличить прибыль монополиста, еще больше увеличить количество людей, которые я теперь готов что-то покупать. Но опять-таки немножко перераспределить их доходы, потому что и цена пакета поменяется, и цена отдельного товара поменяется. То есть кто-то оказывается в выигрыше, кто-то все-таки действительно оказывается в выигрыше. Некоторое развитие темы пакетирования. Ценность пакета мы пока считали просто как сумму ценности двух товаров. То есть если кто-то готов заплатить 3000 за один товар и 2000 за другой товар, мы считали, что вместе он готов купить их за 5000. Это не всегда так. Если это товары дополняющие, то, наверное, ценность будет увеличиваться, если эти товары будут куплены в комплекте. Это можно использовать. Преимущества пакетирования тогда будут еще более явные. И ровно это мы часто наблюдаем, когда наблюдаем пакеты. Тот же самый тур имеет большую ценность совместно, чем по отдельности. Если мы рассматриваем какие-нибудь бурные лыжи с ботинками и палками, или какие-нибудь костюмы, тоже совместно могут обладать большей ценностью, чем по отдельности. Понятно, что у человека могут быть куплены где-то в другом месте. Но это означает, что он потратил свое время, усилия и в разных местах все это по отдельности покупал. Кто-то ему предлагается, который увеличивает его полезность. С другой стороны, если мы рассматриваем товарозаметель, то тогда зачем покупать два товарозаметеля? Мы хотим пользоваться либо тем, либо другим. Стоят на полке два сотовых телефона, нам предлагают купить их два в пакете. Но если мы для себя покупаем, наверное, мы вообще не готовы будем это сделать, даже если пакет будет существенно более дешевый, чем эти два аппарата в отдельности. Ну, конечно, есть варианты, что мы можем купить к другому, но тем не менее полезность в любом случае будет меньше, чем сумма. И вот в данном случае мы можем рассматривать полезность как единица плюс гамма, умноженная на готовность платить для каждого из товаров. При гамме больше нуля мы получаем синергетический эффект, то есть у нас сумма оказывается более полезной, чем товары по отдельности. И, соответственно, для нас пакет более вылетит. Гамма меньше нуля, товарозаметель, соответственно, у нас сумма оказывается будет меньше, чем сумма полезности этих товаров. И вряд ли тогда стоит использовать подобные гаммы. Ну и монотомная полезность будет расти при переходе от товарозаметелей к дополняющим товарам. Второй аспект, который можем рассматривать. Мы пока считали, что ценности этих товаров никак не связаны друг с другом. Мы можем рассматривать корреляцию ценностей, можем рассматривать положительную корреляцию, можем рассматривать отрицательную корреляцию. Ну и когда пакетирование оказывается лучше, когда есть отрицательная корреляция, либо слава положительная, потому что слава положительная, в целом, при отсутствии корреляции пакет дает большое преимущество для производителя 0.5 или 0.544, это достаточно серьезное изменение. А значит, это приводит к тому, что у нас есть некий запас прочности, то есть, в принципе, положительная корреляция это плохо, но если она маленькая, то все равно пакет оказывается лучше. Ну а отрицательная корреляция сильно увеличивается. Приступы пакетирования усиливаются при низких издержках. Вот очень часто мы в сфере информационных технологий будем наблюдать продажу пакетами. Ну там, например, просто вводительские приложения в пакете продаются, причем нам могут продать в одном пакете 200 разных приложений, из которых мы будем использовать 2-3. Поскольку издержки равняются нулю, то не проблема взять и установить весь этот пакет, вдруг он попрыгнет кого-то осуществить излишки. Ну а, какой-то дополнительный плат, за это мы можем сейчас решить. Ну и, например, в другом варианте пакетирование может быть рассмотрено следующим случаем. Например, если мы рассмотрим многопользовательские версии, это тоже пакет. То есть мы покупаем не отдельно 50 версий программы, установленные на 50 компьютеров, мы покупаем пакетом, использовательскую версию на 50 юзеров, установленным в компьютерный класс, и, соответственно, наверное, это будет стоить существенно меньше, чем 50 отдельных версий. То есть это тоже такой вариант пакетирования по пользователю. У нас могут быть пакеты во времени, те самые подписки годовые и так далее. Они говорят о том, что мы сегодня покупаем, завтра покупаем, но завтра покупаем по отдельности какое-то там средство массовой информации, получаем подписку целиком на все годовое издание. Вот это тоже возможный вариант. Ну и последний аспект, который мы хотим затронуть, это связанные продажи. Но мы говорили, что связывание это такая мягкая форма пакетирования. То есть нам не предлагают пакет жестко, что мы приобретаем два товара совместно. А нам говорится, что если мы приобретаем один товар, мы получаем скидку на второй. Либо просто вот эти вот товары, они как-то достаточно сильно взаимосвязаны друг с другом, они приобретаются, скажем, в одном месте. И многие потребители как раз видят, что я хочу купить тот второй товар со скидкой, и купят и дают. Иногда подобное же веще случается там, где вроде бы о пакетировании, даже связывании речи особо не идут. Но вот было, например, интересное исследование по попкорн в кинотеатрах. Сами понимаете, что попкорн в кинотеатрах стоит достаточно дорого, в разы дорого, чем в магазинах, не говоря уже там про себестоимость, которая крайне-крайне невелика. Почему люди покупают и почему продаются по такой высокой цене? Ну, есть, собственно, две версии. Одна версия то, что это означает отсутствие выбора, то есть, собственно, поставщик устанавливает монопольную цену, потому что со своим как бы нельзя, и поскольку потребители хотят вовремя кинем о чем-то простить, то они будут покупать попкорн в этом самом кинотеатрах. Второй вариант, то, что это ценовая дискриминация. Никто же нас, в принципе, не оставляет покупать попкорн. С другой стороны, если мы будем очень много зарабатывать на попкорне, мы можем сделать более низкую цену на билет. И, таким образом, те люди, которые готовы заплатить достаточно много, при этом хотят комфортно получать удовольствие от просмотра фильма, они купят и дешевый билет, и дорогой попкорн, и, соответственно, принесут в компании достаточно большую прибыль. С другой стороны, те люди, у которых нет денег, но они хотят посмотреть фильм все равно, они просто не будут покупать дорогой попкорн, но купят билет в кино за 200 рублей, а не за 500, как это стоило бы, если бы там больше ничего сопутствующего не продавалось. Нужно отбивать те затраты, которые отбиваются на приобретение соответствующего фильма, на работу всех людей, на помещение и так далее. Соответственно, это вариант ценовой дискриминации. Ну и было не так давно, в 2009 году, было проведено некое исследование с использованием галактического инструментария. Ну, если говорить совсем кратко, то результат был получен на основе следующего эффекта. Анализировались продажи билетов, когда в дни, когда низкие продажи, что означает, что в какой-то день низкие продажи. Это приходят только ценители, то есть вот те потребители, которые не готовы платить, они не посещают эти картины, потому что они не захотели, то есть они не готовы платить, скажем, больше. А вот в какие-то дни оказываются высокие продажи билетов, то есть в определенные дни, например, выходные, заведомо больше людей, и приходят, собственно, все. Вот когда кому-то нечем заняться, пошли на фенитабы, пошли на фенитабы. Или это в новогодние праздники тоже ажиотаж, все кинотеатры полные, потому что нужно как-то занять свое время, и выбирают люди между альтернативами, пойти в кино или заняться чем-то еще. Если кино было бы дорогим, то я бы не пошел, а поскольку кино стоит не так дорого, то я могу пойти на него и, естественно, получить какой-то продукт. А вот продажи повторно оказываются существенно различными. И вот в те дни, когда мало потребителей, в расчете на одного потребителя, естественно, то есть доля купивших попкору существенно выше. В доле, когда массовые продажи, она оказывается существенно ниже. Что это означает? Что действительно вот эта ценовая дискриминация, она здесь присутствует. И это означает, что у нас главная причина того, что дорогой попкорн и более дешевые билеты, это не то, что монополист хочет попкорно больше заработать, а из-за того, что поскольку прибыли идут все равно в кинотеатра, то он существует таким образом ценовую дискриминацию, отсекая людей готовых сбросить многое от людей, которые не готовы гладить. Еще одна тема, связанная с монополией, последний вариант монополии, который мы будем рассматривать, это естественная монополия. Что такое естественная монополия? Это монополия, которая на самом деле действительно должна существовать на рынке, потому что это эффективно. Потому что на этом рынке не разместится несколько компаний. Потому что у этого монополиста есть очень большой эффект масштаба. То есть при больших объемах производства у нас издержки снижаются. И ровно поэтому нельзя разбить этого монополиста на двоих производителей, каждый производит по половине, и это оказывается существенно дороже, чем монополия, несмотря на то, что в этих монополиях это не очень хорошо. Ну, чуть более строго, поскольку обычно монополист все равно производит не один товар, а несколько его модификаций, в целом работает даже на разных рынках, то для общего случая у нас должна быть суббидитивная функция издержек. Что это означает? Что издержки от производства продукции в объеме Q монополиста, они будут ниже, чем если мы разбиваем эту монополию на несколько компаний, которые производят продукцию в объеме Q1 и так далее, QN, которая в сумме составляет как раз в том большом рынке, и мы считаем издержки каждого из них. То есть нам выгоднее работать на большом объеме, чем на рынке присутствовало несколько компаний, которые работали бы с меньшими объемами. Ну, казалось бы, действительно, если мы будем в таком виде работать с монополией, это будет хорошо. Но, конечно, нам хотелось бы одновременно, чтобы монополист не устанавливал монополь на цель. Вот на этой картинке тоже много всего нарисовано, и попробуем как раз определить, а что же здесь такое. Итак, у нас есть функция спроса на данный товар. Вот она, функция D. То есть, ну, вот, насколько он будет. Вот такой, он не очень большой наклон имеет. Соответственно, есть, поскольку у нас линейный спрос, то, выдувая, более крутая функция предельных издержек. Ну, если бы у нас спрос был не линейный, то он просто может быть каким-то образом вычислить функцию предельной выручки, предельной выручки и могли бы ее здесь нарисовать. Так, вот MR, в данном случае предельная выручка в два раза более круто идет, чем функция спроса. Есть функция предельных издержек. И заметим, поскольку это естественная монополия, то предельные издержки сокращаются. Чем больше мы производим, то тем ниже оказываются предельные издержки. Конечно, где-то там справа они начнут увеличиваться, но все это за пределами нашего спроса. Ну, на самом деле, здесь даже, может быть, не такая важная задача, чтобы предельные издержки у нас не возрастали. Главное, чтобы средние издержки у нас не возрастали. Средние будут падать дольше, чем предельные. Предельные, но вот на этой конфликтке, где предельные, тоже падают. Ничего, вот это, в принципе, не меняется. Какое условие оптимального объема монополиста? MR равняется МЦ. Равенство предельной выручки и предельной издержки. Вот при таком объеме QN у нас мы видим предельные издержки убывающие пересекаются с предельной выручкой. Соответственно, зная объем, мы из функции спроса найдем цену монополиста. Вот что бы делал монополист, который никоим образом не был бы регулируемым государством. Хорошо это или плохо? Наверное, плохо. Очень высокая цена. Видим, насколько она отличается от издержек. Да, конечно, это максимальный вариант предельных, которые получает монополист. Но с точки зрения общества это плохо. Что было хорошо с точки зрения общества? Когда у нас общественное оборудование максимально... Когда у нас предельные издержки просто совпадают с ценой. Например, в случае с совершенной конкуренцией мы говорили, что у нас цена совпадает с предельными издержками. Ну и, естественно, вот тот максимальный объем производства, который на рынке может возникнуть, мы и наблюдаем. Хорошо. Допустим пока, что монополист у нас знает... Ну, что государство знает обо всем про монополиста. Она знает и предельные издержки монополиста, и спрос потребителя. Все это точно известно. И тогда у нас оптимальный выпуск составляет объем U1. Поскольку вот там, где у нас функция спроса идет, цена B1 оказывается. И вот эта вот цена полностью совпадает с уровнем предельных издержек. Но возникает непредвиденная проблема. Что мы видим? Что предельные издержки, а значит и цена, она в данном случае оказывается ниже, чем средние постоянные издержки. Средние постоянные издержки... Средние суммарные издержки. Средние суммарные издержки находятся на более высоком уровне. А это означает, что мы не покрываем издержки монополии. То есть монополия несет убытки. Давайте попробуем нарисовать даже эти убытки. Итак, у нас есть спрос на данную продукцию. D. У нас есть некоторая величина предельных издержек, МЦ. Возможно, она там где-то еще повышается. Это настою интересует. Нам главное, что вот в этой точке P равняется МЦ. Вот у нас цена первая и объем нет. Но при этом у нас каким-то вот таким вот образом выглядят средние суммарные издержки. То есть они продолжают падать. И в объеме Q1 издержки, то есть себестоимость продукции у нас большая, предельные издержки у нас маленькие. И вот эта вот огромная величина, это убытки монополистов. За счет чего такое может происходить? Например, может происходить за счет очень больших постоянных издержек. Ну вот даже если представить какую-то реальную ситуацию, допустим, гидроэлектростанция. Каковы предельные издержки для гидроэлектростанции производства электроэнергии? Практически нужно. То есть плотину построили, после этого вода тетет и сама вырабатывает электроэнергия. Ну да, какие-то очень небольшие суммы нам нужно затрачивать на то, чтобы какие-то блоки обновлять, чтобы турбины грузились. Но понятно, что эта величина очень небольшая. Зато, наверное, очень дорого построить саму плотину. Опять-таки нужно учесть в издержке, что там где-то что-то затопит, какие-то земли будут выведены, использование, где-то, не дай бог, какие-то деревни оказываются под водой, нам нужно будет переселять людей. То есть эти издержки достаточно велики. И поэтому у нас предельные издержки, если мы захотим сделать цену на уровне предельных издержек, Ну, будет там электроэнергия по 5 кг. То есть, в принципе, это эффективно у вас было. Но, понятно, что тогда нам все придется брать на себя. Вот. Какая альтернатива есть? Мы можем все-таки сделать некое условие, что монополия не должна работать в угод. То есть мы хотим взять и установить самый большой объем, ну, исходя из... Так, ну, да, здесь, здесь, здесь я как-то шутер нарисовал неправильно, да? Делается, приятный футбол спрос, рисовать более крутой, чтобы процентка приобрела свой смысл, да? То есть футбол спрос, потому что должно быть. Должно быть пересечение, соответственно, иначе оказывается, что мы вообще никогда не сможем покрыть издержки монополиста. Ну, наверное, такое тоже может быть. То есть постоянные издержки настолько велики, что... А спрос настолько небольшой, что у нас нет возможности откупить эти постоянные издержки. Но я сейчас хочу показать вариант, когда это все-таки возможно. То есть у нас есть спрос, и есть там где-то монопольная цена, где-то очень далеко наверху. Но мы не будем продавать по этой монопольной цене, а мы находим ту точку, где функция спроса пересекается с кривой АТЦ. Кривой среди суммонтанной содержки. То есть, по свое дело, вот эта вот себестоимость продукции, это цена продукции, P2. И мы пытаемся найти самое высокое значение объема. Ну, почему самое высокое? Потому что мы хотим приблизиться к Q1. Мы хотим приблизиться к эффективному объему. Но при этом, если у нас объем Q2, цена P2, мы уже окупаем издержки монополиста. И вот эти вот две точки рассматриваются в качестве основных точек, на которые будет пытаться регулятор вывести монополию. Вот первая ситуация. P равняется МЦ. Это первое наилучшее решение. Отсутствуют мертвые потери. То есть максимальное общественное благосостояние. Самая лучшая точка с точки зрения общества. Но при этом у монополиста убытки, которые нужно будет как-то компенсировать. Ну, понятно, что если общество от этого очень хорошо, мы можем часть вот этого избытка выдать каким-то образом монополисту, для того, чтобы он продолжал существовать, продавал вот такой цене. Ну, правда, у этого есть свои побочные камни. Сейчас будем про это тоже говорить. Альтернатива — это второе наилучшее решение. Условие P равняется АТЦ. Это максимальный выпуск, который позволяет монополию работать безубыточно. При этом у нас присутствуют мертвые потери монополии. Вот там вот появился тот самый такой... Он на самом деле криволинейный треугольник. На картинке этого на слайде не видно. А вот здесь я попробую изобразить. То есть он идет между линией спроса, то есть ценой, которую готов заплатить потребитель, и между предельными издержками. Собственно, вот эта вот разница как раз составляет ту величину, которую потребитель готов заплатить за продукцию, больше, чем фирма готова ее произвести. То есть получается, что вот эти вот потери у нас тогда будут присутствовать. Каким образом регулировать естественную монополию? Ну, зависит от многого факторов. И первый фактор у нас — большие или маленькие мертвые потери. Если у нас большие мертвые потери, то есть мы теряем очень много, то, наверное, все-таки лучше, чтобы их не было. То есть мы будем стараться регулировать с целью выхода на первое наилучшее решение. То есть мы будем стараться минимизировать вот эти потери, или взяли, свести их в нынду. С помощью субсидий, с помощью ценовой дискриминации, с помощью каких-то особых тарифов и так далее. Если у нас вот эти вот потери оказываются небольшими, ну, тогда два варианта. Возможно ли введение конкуренции? Ну, если возможно, то вводим конкуренцию. Если конкуренция невозможна, тогда мы будем пытаться выводить монополию на второе наилучшее решение. Это, так называемая, цена рекоремсея, ценовые лимитты, норма отдачи и так далее. Если мы хотим вывести монополию на первое наилучшее решение, предоставлением субсидий. Ну, что такое субсидия в данном контексте? Это просто вот та вот разность между ценой и средними издержками, которые покрывают убытки. То есть мы берем и компенсируем вот эту вот величину, разницу выплат в монополию. Правда, заметим, что у нас, наверное, есть какие-то издержки перераспределения. То есть, ну, не может быть такого, что мы монополии выплатили миллион рублей, и при этом все это произошло без всяких дополнительных потерь для общества, потому что, понятно, что даже собрать налоги, это что-то стоит, а нам потребуется дополнительный миллион в целом виде налога. Понятно, что где-то там кто-то что-то напилить может, и эти суммы могут несколько увеличиться во время обучения. Ну и вот эта вот лямбда, это как раз доля издержек на предоставление субсидий. Ну, возможно, они будут довольно невелики, в хорошем варианте они могут занять там 3-5 процентов, то есть, чтобы миллион выдать монополию нам потребуется там 30-50 тысяч затратить, чтобы миллиард 30-50 миллионов, это вполне разумная оплата за то, чтобы вывести монополию на вот это вот первое наилучшее решение. С другой стороны, в некоторых ситуациях мы можем наблюдать проценты гораздо больше. Ну, даже если вот там система оплаты считается эффективной, мы понимаем, что для того, чтобы собрать 40 миллиардов в год, нужно заплатить посреди, у которых все это организуют, 10 миллиардов. 25 процентов это издержки на изменение состояния системы. Вот. Заметим, что если мы не считаем, что там какие-то еще издержки для этого существуют, а издержки, конечно, есть, поскольку любое искажение, оно не очень хорошо для этого. Соответственно, в каких-то ситуациях реально может быть довольно легко. Но мы можем примерно как-то оценить для данного дела. Что тогда получается? Мы максимизируем общественное благосостояние. А общественное благосостояние – это потребительский излишек. Чему равняется потребительский излишек? Это интеграл между той ценой, которой я готов заплатить потребитель, и той ценой, которой он платит. Вот у нас есть какая-то цена P, а вот у нас обратная функция спроса P на Q. Потребительский излишек – это интеграл от P от Q от Q. Ну, можно посмотреть, что это вся вот эта вот величина, тот вот левый интеграл, в интервале от 0 до Q1. Почему Q1? Потому что это выход в первую очередь. Именно такой объем потребительский. Минус P от Q1, умноженное на Q1. Минус, по сути дела, вот это вот стадоящее. Сколько мы заплатили? Вот это левая часть, сколько мы готовы заплатить? Справая, сколько мы заплатили на самом деле? Минус, единица плюс лямбка, то есть 100% плюс лямбка, доля для переоспределения денег через быстрорство. Разница издержек монополиста T от Q1, минус P от Q1 на Q1, то, что монополия получила. Заметим, что третьей составляющей прибыли монополиста здесь нет вообще. То есть здесь есть только потребительский излишек и расходы государства. То есть государство представили, например, что там между спросом предложения была распорка налога. Здесь ситуация обратная. Монополисту вынуждены компенсировать издержки за то, что он работает на таких вот больших объектах. Соответственно, от государства это идет отрицательно и лично, но прибыль монополиста считается нынешним. Если мы эту задачу решим, мы получим решение, которое будет достаточно сильно похоже на уже не раз встречающуюся у нас формулу индекса Лернера. P-Mc, наценка товаре, зеленая на P, относительная наценка товаре, равняется единице на модуэпи эластичности, но здесь добавляется вот эта вот составляющая лямбда, зеленая на единицу плюс лямбда. Вот этого раньше не было. То есть если бы у нас было перераспределение бы осуществлялось без каких-то проблем, то у нас вообще бы здесь было, лямбда равняется нулю, это означает, что бы наценки не было. Но у нас есть монополия, которые, во-первых, имеют какие-то свои интересы, которые не нужно спасать. И вот эта вот лямбка, она здесь плюс. Положительные черты предоставления субсидий. Ну, во-первых, мы вышли на первое наилучшее решение. Максимизировали общественное благосостояние. Это хорошо. А во-вторых, с другой стороны, не пострадала монополия, она получила компенсацию за свои труды. Какие минусы? Ну, главный, наверное, минус, что поскольку мы компенсируем монополисту эти издержки, то что будет делать монополист? Он будет раздувать издержки. Ну, в хорошем варианте он будет просто как-то пытаться дать знать регулирующему органу, потому что у него издержки большие, и на самом деле не будет просто так переводить деньги. Для того, чтобы компенсировать. В, наверное, еще более неприятном варианте он реально будет создавать эти издержки. Он будет придумывать какие-то странные схемы, создавать дочерные фирмы, кучу посредников, которые покупают сырье за дикие деньги, или там кто-то дает откаты. Потому что государство, в данном случае, все компенсирует. Вот эта вот проблема раздувания издержек здесь стоит очень-очень актуальная и как раз это, наверное, главная причина, почему субсидии очень редко достигают той цели, которая ставится даже если они применяются. Ну и второе, то что возможность отрицательного благосостояния общества из-за затрат на преисправление собственного. То есть не просто мы, ну, вроде бы, казалось, максимизировали благосостояние. Но у нас данный продукт производится с такими большими издержками, постоянные издержки стали велики, что у нас, в принципе, не возникает возможности хоть что-то с этого рынка получить, а с учетом вот этого параметра лямда, то что у нас эти издержки раздуваются еще за счет государства, мы можем вообще возвратить денег больше, чем общество получает одна дата. Примеры такие, наверное, привести можно. Такая альтернатива. Выйти на первое наилучшее решение через механизм ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация, разным потребителям мы продукцию поставляем по разным ценам. Это означает, что эффективность у нас сохраняется, то есть мы кому-то будем поставлять продукцию достаточно дешево, ну, например, вот в варианте, если мы говорим, как уроку автовиков, там, или кому-то еще. А кому-то поставляем продукцию дороже, кто хочет, например, привести продукцию в небольшом количестве. Если у нас есть возможность как-то по регионам деферницировать цены, то тоже это имеет право на существование. Какие-то более богатые регионы будут платить больше, компенсировать убытки монополиста, остальные будут получать продукцию. Все равно, ну, и это возможным и решением является. Причем здесь никакого государственного вмешательства нет, никаких субсидий не требуется, соответственно, раздувание издержек тоже. Монополист старается, наоборот, уменьшить издержки, поскольку это означает, что его результаты оказываются лучше. Если мы хотим осуществить выход на второе наилучшее решение, Ценнер МСИ. Ну, с одной компанией это все достаточно прозрачно, то есть мы просто можем решить задачу, когда цена просто равняется АТЦ. АТЦ цена, и получим точку пересечения обратной функции спроса с средними суммами. Но чуть сложнее задача обстоит, если мы имеем много продуктового монополию. Почему? Потому что тогда мы можем достичь вот этой точки разными способами. Можем сделать один продукт дороже, второй дешевле. и выйти на условия нулевой прибыли. То есть мы компенсировали все, но прибыль у нас не бывает. Мы берем ту, которая приводит к максимизации общественного владостояния. Все, опять-таки, традиционно. Общественное владостояние это вот тот же самый интеграл от обратной функции спроса, минус, соответственно, сумма, опять-таки, по всем товарам, которые мы продаем на рынке, то есть для одного товара мы эту штуку нарисовали, а в данном случае это будет сумма по товарам и от единицы даем. Соответственно, вот эта вот величина это потребительский излишек, но который получается от всех товаров, которые производит монополия. Ну, а дальше, соответственно, те деньги, которые монополия получила, минус суммарной издержки, издержка зависит от производства всех товаров. Мы говорим, что это некая единая функция издержек, потому что производство одного товара может влиять на издержки другого. Итоговая эта цель. Если мы решаем эту задачу, то мы получаем какое-то решение, но у нас есть дополнительное условие, что издержки не могут превышать, но поскольку нам нужно максимизировать общественное благосостояние, то мы понимаем, что мы на ограничения выходим, значит, издержки просто совпадают с выручкой фирмы. По всем товарам. Вылитая, множество, наквылитая, сумма равняется суммарной издержки. То есть, монополия получает нулевую прибыль, мы не можем ее загонять в минус, и при этом максимизируем через такой результат. Решаем эту задачу, но решить ее придется медленно-помбранжа. Всюду надо будет пригодяться, когда у нас есть максимизация какой-то функции при ограничении правительства. Ну, подробно сейчас на самом механизме решения не будем. Продемонстрирую результат. Решение следующее. Опять-таки, цена минус предельной издержки делаем на цену, то есть, относительная наценка, заметим, на какой-то катый продукт, который выпускается. Равняется минус лямбда делаем на единицу плюс лямбда, умноженное на сумму по всем товарам. Здесь, по своему делу, мы наблюдаем эластичность. Здесь, на самом деле, сумма всех перекрестных эластичностей присутствует. То есть, у нас может быть цена какого-то катого товара влияет на выпуск катого. Соответственно, вот эти все производства здесь присутствуют. Ну, а лямбда – это не что иное, как множество делогранжа, которые демонстрируют жесткость вот этого бюджетного тренчика. Бюджетного, там, в случае, бюджет монополии. То есть, монополия выходит на условия нулевой перегрузки. Если у нас все перекрестные эластичности по всем товарам нулевые, тогда у нас из этой суммы остается только одна отдельно взятая эластичность и того товара по и тому. Ну, и, соответственно, у нас получается вот такая формула, которая чуть более проста. Значит, 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. И что-то подобное мы сегодня даже уже наблюдали. Положительные черты выхода на второе наилучшее решение с помощью цен РАМСЕ. Ну, действительно, цен РАМСЕ позволяет выйти, и это уже некий результат. То есть, у нас не будет монопольной цены, мы максимизировали общественное благосостояние при условии, что мы монополии ничего не даем, а она продолжает работать на этом рынке. И максимальная экономическая эффективность назначения цен. То есть, мы не просто каким-то образом вводим монополию на нулевую прибыль, а делаем это так, чтобы общественная эффективность была максимальной. Отрицательные черты. Для того, чтобы решить такую задачу, что нам нужно знать? А знать нужно многое. Надо знать все спросы на все продукты, которые производят монополи. Нам нужно точно знать издержки монополиста. Если спрос еще хоть как-то там прозрачная, величина этого, нам нужно достаточно аккуратно провести маркетинговое исследование. Заметим, что рынок не один, рынков много, и это, наверное, будет достаточно затратно, соответственно, это увеличивает. параметр олянга. Но вот про монополию мы не знаем почти ничего, но кроме какой-то там балансовой отчетности, а монополия опять-таки будет склонна к оппортуристическому поведению и указывать все эти значения в собственных целях для того, чтобы вот эти вот цены рамсея были не те, которые должны были быть на самом деле, а которые аморшизируют требования монополиста. Ну и некоторая вторая добавочка, то, что цены рамсея, они согласуются с эффективностью, но не согласуются со социальной справедливостью. Вообще, вот в экономике очень часто существует такая проблема, некий такой трейд-офф, есть такое понятие, когда для того, чтобы решить одну проблему, мы должны скубить что-то другое. Мы увеличиваем эффективность, это означает, что, например, для крупных потребителей мы устанавливаем более низкие цены, для мелких потребителей мы устанавливаем высокие цены. Казалось бы, логично, оптом дешевле и так далее. Но кто покупает много, наверное, люди, которые в состоянии много купить, кто покупает мало, очень часто, те, кто просто не могут заплатить больше, то есть это люди наиболее бедные, а для них мы устанавливаем самые высокие цены, тем самым усугубляя их бедность. принцип специальной справедливости история не выполняется. Ну и вопрос, а как там попытаться все-таки их имплементировать в реальность? Есть механизм, механизм выгодистанка Финдсингера, динамического регулирования монополия, то есть мы будем каждый раз исходить из затрат предыдущего привода. Монополия в каждый период максимизирует привод, то есть мы установили просто сначала какую-то произвольную цену. монополия максимизировала прибыль и показала какой-то определенный уровень издержек. Что мы делаем в следующий период? Мы берем эти издержки как данность и говорим вы можете работать по таким ценам? Да, можете. Соответственно мы на следующий период устанавливаем эту цену. Что будем стремиться делать монополия? Уменьшить увеличенную издержку. А для этого ей придется увеличить объем поставок, то есть мы будем двигаться в точку увеличения общественного бодрости. Соответственно мы снова берем эти новые издержки пониженные и задаем новый цепь. То есть постоянно вот так вот будем снижать. Но правда по-прежнему задача получения информации об издержках она не очень проста и не существует риск искусственного завершения издержек монополиста. Ну и совсем мелком другие схемы регулирования. Значит есть тарифы с платой за доступ, которые мы уже изучали, поэтому возвращаться к ним не будем. Есть блочные понижающиеся и блочные повышающие тарифы. Ценовая декомендация второй степени, когда у нас есть определенные блоки, определенные пакеты, которые мы можем представить. Соответственно монополист будет с этих пакетов получать максимальную прибыль, тем самым мы с одной стороны обеспечиваем низкие типы тех, кто не готов покупать много продукции, с другой стороны мы позволяем монополисту получать достаточно большие деньги. Есть так называемая стимулирующая регулировка. То есть мы установим цену монополисту связанную с издержкой. Чем больше издержки, тем выше цена, и вот этот параметр B, он принадлежит интервалу от 0 до 1. Ну крайний случай, B равняется 1. Цена это A плюс C. То есть это просто некоторая величина добавляется к величине издержки. Издержки монополиста 50 рублей, у нас цена будет 70. Издержки монополиста возрастают до 60, соответственно цена увеличивается до 80. То есть она все время на величину A превышает издержки. Ну конечно это позволяет монополисту работать с прибылью, но это очень слабый стимул к снижению издержек, поскольку все издержки перекладываются на потребителя, и монополист будет совершенно никаким образом не бояться увеличить свои издержки. Увеличили издержки, показали, что они у нас больше в ценах и их включили. Более того, несмотря на то, что это вроде как казалось бы очень эффективно, это случается. Более того, случается иногда еще в более жестком варианте, то есть коэффициент B может быть больше единицы. Например, стандартная схема издержки плюс означает, что мы не добавляем какую-то величину, а умножаем на какую-то величину. Например, с лекарствами я приводил, что аптекам позволено увеличить цену лекарства от уровня покупки на какое-то количество процентов. В одном случае никакого стимула снижать цену покупки у нас нет, потому что чем больше снизим цену покупки, тем меньше наценку мы сможем ввести. Это будет совсем не другое крайность ценовой лекарства устанавливаем фиксированные цены и соответственно единственный способ снижения повышения прибыли это снижение издержек. Механизм имитирует конкурентный рынок и достаточно эффективен с точки зрения снижения издержек, но правда имеет некоторые тоже побочные эффекты. Как правило все-таки рассматривается что-то промежуточное B0 D1 скользящая шкала разделение издержек между каталитическим производителем ну и соответственно они используют идеи первых двух вариантов. На практике действительно мы можем комбинировать эти механизмы например при высоких издержках применяем ценовой лимит что еще выше нельзя. С другой стороны если у нас издержки начинают снижаться мы переходим к более мягким механизмом то есть позволяем монополистам получать какую-то прибыль ну и в случае того что у нас при некотором снижении издержек все мы компенсируем с учетом государства. Ну вот на этом мы заканчиваем с теории фирмы и в следующий раз перейдем к теории организации. До свидания.